сообщение информагентство очень сильно разнятся кто-то говоря что же они сказали официально сказано что он в больнице когда появились информация о том что он умер официального опровержения сделано не было никто сейчас ничего не говорит узбеки стран страна населением 30 миллионов в течение уже трех дней находится непонятно в чьих руках вы можете нам объяснить почему так происходит мы понимаем что ислам каримов с 89 года был у власть и пока юридически у власти остается почему такая тишина в течение такого долгого времени потому что его смерть застал очень многих врасплох так не готовились борьба за вас началась уже больше трех лет назад но это случилось очень неожиданно узбекистан то как страна очень закрытая как советском союзе кпсс принимали какие-то решения правда плохо помните времена но то же самое происходит сейчас надо решить кто будет следующим поэтому вся информация закрылась политическое закрылась тот принимает решение будет принято все называют и на потенциальных преемников это пример мистер шахтас уязвия ли вице-премьер устам азимов но я считаю что не тот не другой не возьмут праве направления свои руки а будет какой-то другой человека который мы пока не знаем вот несколько новостей которые мы видим по лентам информагент сегодня в ташкенте проверки арест первого вице-премьера узбекистана об этом сообщал интерфакс и речь идет как раз образ арустами азимове если появляются новости о том что он якобы арестован это значит действительно идет борьба да за за это пост о да борьба идет не на шутку я еще не могу подтвердить информацию что он находится под арестом не исключая ничего дело в том что в узбекистане точно серьезные люди вот шавката мерсия и рустам азимов они представляют собой собой клан клан целая сеть людей просто они как люди за ними еще люди естественно каждый пытается одеяло тянуть в сторону а сейчас на самом деле сейчас началась борьба за выживание не только отдельно определенных людей но целого в клана то есть если власть перейдет в руки какого-то определенного плана скажем клан то тогда естественно летят все азимовские люди на самом деле достаточно страшно кто-то должен принять решение я просто где-то втайне надеюсь что ситуацию контроля возьмет председатель службы национальной безопасности что мне очень конечно не хотелось но другой стороны если сейчас все будут друг другом грызли ничего хорошего ничего хорошего это не закончится скажите пожалуйста ваши источники информации они как-то обсуждают вот такую историю есть мнение что за узбекистан грубо говоря как за сферу влияния борется там условно говоря российской федерации условно говоря к н к н р китай да это действительно так и действительно вот именно такая схватка сегодня были новости кстати пробежки как вы наверное видели про теракт около китайского дип представительства что вы можете об этом сказать я не думаю что китай боролся за сферу влияния в узбекистане конкретно мы достаточно слава богу китай к кыргызстаном россия да но каримов был все это время врага он был в расе 26 лет срока определенное направление стратегическое партнерство с россией это значит что мы с вами ну так поддерживаем отношения но особо не приближаемся в отличие от кыргызстана и таджикистана которые являются абсолютными союзниками россии значит у узбекистан россии не удалось заполучить из-за того что каримов всегда вел достаточно независимую линию какой-то момент в начале своего правления пытался с западом например но все изменилось после того как бандижане расстрелял людей в 2005 году я пришлось снова на поклон к русским идти ну и так каждый раз а я думаю что сейчас ситуация изменится что шавкат милиции айфон пророссийский человек насколько мне известно он достаточно хорошо известен администрации президента россии то же самое я могу сказать о председатель национальной безопасности он старый кадровый кгбшник внешняя разведка он естественно будет советоваться сейчас москвой хорошо это или плохо я думаю что урбекистан был хорош в своей нейтральной позиции независимой как бы нейтрализовать россию в регионе но и сейчас все поменяется то что я не очень честно говоря очень не очень довольна шахид я прошу прощения мы слышим голос молодого человека который явно рядом с вами работает можете вы вежливо попросить чуть-чуть сторонку переместиться а то нам хотя бы тогда представить его надо чтобы мы понимали кто у нас кроме кроме вас в кадре корреспондента настоящего времени обозреватель по центральной азии шахида якуб у нас на связи мы пытаемся понять что происходит в узбекистане как скоро мы будем получать информацию не раньше чем они определятся тем кто там будет следующим а что насчет демократических процедур или это туркмения 20 нет не совсем туркмения 20 там совсем все плохо значит так у нас же праздник зависимости грядет 31 первого то есть людям праздник портить нельзя 25 лет а потом подумайте сейчас объявить о том что президент умер в стране начнется крики слезы все остальное это за абсолютно стакольский синдром люди люди которые всю жизнь прожили с президентом и как бы он был гарантом стабильности все что они видели по телевизору помогает революции изменения это плохо у не сейчас начнется паника поэтому дайте видно спокойно провести где независимостью на потом я думаю до 5 сентября должны объявить что дальше ну а что касается да нет даже есть же у нас все-таки исламские традиции погребения вспомните что случилось гейдаром алимом покойным президентом азербайджан тоже как-то очень долго умирал чем трех месяцев относится и объявили что мертвый хорошо говорить о том что эта история может закончиться как-то печально вот в эту мысль оборонили и теперь она не дает лично мне покоя то есть мы не исключаем ничего сейчас или все-таки говорить об этом нельзя не стоит эту тему каким-то образом до подкидывать серьезные изменения это конец эпохи такой большой личности как ислам каримов в узбекистане больше нет если мы только не будем говорить о представителе национальной безопасности но он и и даже не узбек всех этих людей которые сейчас в правительстве имеют значение циклана хорошо в руках он ими манипулировал сейчас они поняли что папы нет иначе можно делать что хочешь и даже вот с региона сейчас поступает сообщение о том что возникает вопрос а транслировать в конце праздника независимости или нет кто управляет кто-то приказы непонятно если это будет продолжаться еще один-два дня ситуация может выйти из-под контроля один-два дня ваш полосе слухи поползли и социальные сети люди уже поняли это самое главное что среди элиты идет борьба за выживание поймите выживание физическое то есть это не только когда дело касается устранения каких-то оппонентов узбекистана достаточно брутальная страна 25 лет правления каримова мы видели все то есть люди которые сейчас те же сам азимов и мерзиев понимаешь то есть они останутся не удел их просто могут убить или посадить в тюрьму мы видели как все равно был посажен племянник жены президента узбекистана в какой-то момент чтобы на каримова тоже дочь старший президент оказалась под домашним арестом зима были посажены люди два года назад а который который вообще в голову никто не мог представить что когда-то могут посадить то есть есть ничего не исключено скажите пожалуйста в россии многие пытаются понять чем это лукнется для нас глеб павловский накануне написал мир праху я цитирую отработал старик а нам пристегнуться как эта история может сказаться на российской федерации на не знаю наши элите если здесь какие-то параллели видите ли вы их я думаю что на вашей лице ты никак не скажете только будет сближение или песни все-таки группу вас руки возьмут российские люди то тогда наоборот надо радоваться для россии все очень хорошо то что будут внутри центральной азии какие-то изменения и не дай бог какие-то волнения тогда конечно да россия будет вмешана придется мешаться но внутри россии ничего не изменится наверняка побольше не грантов поедет деньги зарабатывать потому что экономика еще больше спадет а так как бы ничего страшного наоборот россия получше мне кажется очередного союзника в регионе не так-то плохо что же давайте на этой оптимистической ноте поставим здесь точку пасе большое мы говорим наши коллеги шахидах и куб корреспондент настоящего времени обозреватель по центральной азии и и информация о том что сейчас происходит в узбекистане главное что я услышал два примерно дня и мы что-то узнаем потому что дольше терпеть по оценке нашего собеседника не получится спасибо вам большое спасибо всего доброго а